Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня у нас пятница. Давно не снимала, потому что просто нечего было показывать работа, дом и мало времени на творчество. Но за эти дни я довязала те недостатки, которые мне нужны были. Недовязы, чтобы отдать их уже клиентам. Я это сделала. Я молодец, я с собой горжусь. Мастер-класс на повязку будет, наверное, в понедельник-вторник. Может быть, влог будет в понедельник. А мастер-класс будет либо до, либо после. И задумалась о том, что я хочу вязать дальше. Все процессы, которые у меня как бы были, я их закончила по плану. И у меня, представляете, получилось 6 готовых работ в январе вместе. Я этим очень довольна. Вот, иду. И что хотела сказать. Я купила мастер-класс к себе, но я поняла, что я хочу джемпер связать. И никогда не вязала ничего такого. Я решила, что я куплю мастер-класс. Я купила мастер-класс, начинаю читать и понимаю, что я не хочу вязать по нему. То есть мне не нравится модель, но мне не интересно. Я себе словила на мысли, что мне не интересно вязать по чужому мастер-классу. Мне интересно взять оттуда какие-то моменты. И, наверное, так и с игрушками тоже было, что по чужим мастер-классам я не вязала. Я уже, по-моему, когда-то об этом говорила. Я купила мастер-класс. Ссылочку на него оставлю в описании, чтобы он классный. Да. Но... Но... Я взяла оттуда какие-то моменты, какие-то принципы и стала вязать уже то, что действительно я хочу. И то, что я знаю точно, что подойдет моей фигуре. Так что начинаю новую страницу своей жизни. Это одежда. Можете меня поздравить. Лайк, если поздравляете. Сегодня утром был такой случай. Мы выйдя с дочкой на улицу, дочка мне говорит, Мама, почему опять снег? Опять снова зима? Я уже хочу весну. Мне уже зима надоела. Я хочу весну снимать курсу. Всем привет. Сегодня у нас уже воскресенье, 4 февраля. И на сегодняшний день есть еще одна готовая работа. Эта готовая работа я буду считать ее как январская. Потому что я ее закончила в январе, в конце января. Но вам не знаю, говорила об этом, не говорила. Я закончила, довязывала. Так. Получается бактус. Тот, который я довязала в прошлом году, в конце года. Заказ. И была проблема в том, что при стирке меня подвела пряжа. При стирке она уменьшилась. Вот я довязала вот такой кусок. Я думаю, что этого будет достаточно. Меря по себе этого хватает. Так что готовая работа у меня есть. И я себе тут заказала на сайте Temu вот такие вот мешочки. Я уже у него сейчас набор был целый. Я не помню, куда я его положила. Очень классные мешочки. Написано. Thank you. Это спасибо. Я их хочу использовать для упаковки таких вот маленьких заказов. Просто вот сложить вот тут вот. вот так вот красиво будет упаковать. Я довольна. Этим я довольна. И еще я хочу вам еще сказать о том, что я вам не показывала. Я себе купила два матка пряжи. Сейчас покажу. Я уже убрала их. Но еще не смогу показать. Один не смогу показать. Он уже в работе. Точнее он уже весь извязанный. И это было просто как такое, как... Просто была проверка по цвету. Я заказала два матка. Гернард Мерина Делюкс 50. Это у меня фиолетовый вот такой цвет. И был еще голубой. По-моему 215. Не помню уже какой цвет. 9560 этот. У меня здесь нет таблички. Но я думаю, что он может быть в этом блоге или в следующем. Я еще заказала того голубого цвета. Потому что я из того голубого цвета решила начать вязать. Очень необычный для себя процесс. К которому я шла долго. Наверное, может быть месяца два, а то и три. Я начала с бактусов вязать свой процесс. И поняла, что я хочу что-то вязать немножко для себя из одежды. И я извязала... Я говорю еще раз. Брала первый моток. Вам тут не понятно. Но цвет такой вот морской очень приятный. На камере он почему-то такой более светлый немножко. Но в жизни он такой немножко темноватый. С таким вот узором. Я вам уже в начале блога говорила о том, что я купила мастер-класс. Но... Но... Я не захотела вязать, а мне не понравилось этот вот. В общем, это спинка. Не видно. Плохо видно, но это спинка. Вот подмышка. В общем, это спинка. И как будет дальше развиваться событие с этим... Вот. Я пока не знаю. Я на него хочу сделать мастер-класс. Он будет длинный. Я мне как бы... То, что вот я хотела. И эта модель будет плюс сайз. Такого вязаного я еще... То, что вот я задумала. Я не хочу пока просто раскрывать все карты. Но то, что я задумала, что-то будет интересное. Я надеюсь, что необычное. И я смогу это сама носить. И радовать уже фотографиями видео на себе. Чего мне очень, наверное, давно хотелось. Я понимаю себя, что я не в том весе, который бы мне хотелось бы, чтобы я могла там... Вау, я... Но я люблю себя такой, какая я есть. И я хочу делать то, что мне приносит кайф. Мне приносит кайф создавать что-то новое и интересное. Так что беру вас в свое путешествие со мной. Здесь у меня целый моток. Я и завязала. И заказала еще пять. Не знаю, сколько мне хватит. Я вообще не представляю, как это все вязать. Но... Я сейчас слез на глазах. Я просто говорю, наверное, это была моя мечта. Что мне очень нравится одежда. И я всегда, наверное, мечтала. То я хотела шить, то еще что-то. И мне все время не могла найти ту середину. И, наверное, сейчас... Вот именно сейчас я понимаю, что это то, что я хочу создавать свою одежду. Потому что вот ту модель, которую я сейчас для себя выбрала, я не видела, чтобы кто-то ее вязал именно крючком. Поэтому поддержите меня просто лайком. И на ваших глазах просто простите, плачу. Потому что понимаю, что это моя давняя мечта и давняя хотелка создавать вот именно вот это вот. Не по чьим-то мастер-классам вязав. Мне это не нравится. Я уже об этом не раз говорила. А именно свое. И в данном случае я просто влюблена в этот цвет. Я влюблена в то, как это получается. И давайте, пожелайте мне удачи, что у меня все получится. И тендом, наверное, все. Этот влог я заканчиваю. Буду ждать пряжу дальше. И буду двигаться к своей мечте, к своему желанию. И надеюсь, что в ближайшее время я уже смогу вам сказать, а вот и я. У меня все получилось. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok